Давайте сегодня расскажу вам про серию маркеров молотов One for All. Я обычно в магазин молотов прихожу с лопатой и с мешком. Сгребаю все, что вижу, и потом разбираюсь. Я рекламный художник, рисую вывески, расписываю меловые доски, стены, окна, полки, двери, дверцы шкафов. В общем, все, что может работать в качестве источника информации в бургерной, в ресторане, в пиццерии, в кондитерской, в прочих заведениях общепита. У меня нет особых предпочтений по брендам. Наоборот, я считаю, что чем больше разных инструментов, тем больше разных возможностей. И вот в какой-то момент я заметил, что молотовских One for All у меня подавляющее количество. Я не буду рассказывать про них рекламные тексты, не буду вам ничего навязывать. Попробуйте, поймете для вас этот инструмент или нет. Хочу только рассказать про удобство, которое имеет серия One for All. Я выбрал наугад несколько маркеров разных размеров, чтобы показать вам вот такую замечательную особенность. Любой из этих маркеров можно открыть, слить чернила в другой, даже смешать их между собой, и у вас получится новый цвет. Либо, если кончились чернила, любой One for All можно открыть, долить туда свежих чернил из заправки и дальше писать, как ни в чем не бывало. Как это работает? У меня тут по три маркера каждого размера. Вот самые маленькие. Это корпус 127. Тут круглый наконечник, ширина линии до 2 мм. Пока маркер новый, им вполне можно рисовать и более тонкие линии, поэтому я говорю не 2 мм, а до 2 мм. Когда наконечник размочаливается, вы его переворачиваете на другую сторону, и он еще какое-то время вам служит, потому что оба конца одинаковые. Почему я не беспокоюсь о перчатках? Потому что серия One for All это акриловые маркеры на водной основе. Если чернила остались на руках, то они легко смываются водой за пару минут. Как открыть маркер? Под колпачком есть вот это пластиковое кольцо. Его поворачиваем и снимаем по резьбе. Под кольцом есть пластиковая вкладка. Можно ее поддевать ножом или ногтями, но проще ее снять, используя то же самое кольцо. Оно эластичное, и его можно вот так надеть, сжать и вытащить вкладку. Все. Дальше просто гильза для чернил. Сюда можно долить из другого маркера One for All или из заправки. Про заправки поговорим в конце видео. Следующий размер называется 227. Тут круглые наконечники до 4 мм. По мере того, как наконечник приходит в негодность, его тоже можно вытащить, развернуть и использовать дальше. Открывается корпус 227 точно так же, как корпус 127. Вот это широкое кольцо откручивается по резьбе, и с его помощью вынимается вкладка. Сюда наливаем чернила из заправки или из другого маркера One for All. Следующий вариант корпуса называется 327. В нем наконечники дают линию до 8 мм. У меня в основном не круглые, а скошенные наконечники. Линия получается сразу в 4-х вариантов. Разбирается корпус 327 точно так же, как предыдущие. Кольцо под колпачком откручивается по резьбе, и с его помощью вынимается вкладка. Сюда наливаем чернила из заправки или из другого маркера One for All. И самый крупный баллон в серии One for All называется 627. Типовые наконечники в нем до 15 мм, и тоже дают возможность под разными углами рисовать линии разной толщины. Продаются вставки, которые существенно увеличивают размер пишущего узла. Я только предупреждаю, что чем больше площадь пишущего наконечника, тем больше расход чернил. Этот корпус, как и предыдущий, открывается по резьбе, и потом этим же пластиковым кольцом вынимается вставка. И маркер можно заправлять. Еще один очень удобный размер акрилового маркера серии One for All это Twin. Это маркер, у которого с одной стороны наконечник тонкий до 1,5 мм, а с другой стороны до 4 мм. Для фасадных стен он вряд ли подойдет, потому что слишком миниатюрный, но для рисования, для набросков, для декоративных задач мелкого масштаба вполне себе подойдет. Любой из концов можно открутить и залить акриловую краску. Но вот это серебристого цвета пластиковое кольцо для заправки, это вообще классная штука. Почему нет на других маркерах такого кольца, мне, честно говоря, непонятно. Показываю, как оно работает. Вот так открывается для дозаправки наконечник без этого кольца. Все, как я раньше показал, откручиваем по спирали, потом вынимаем вставку. А кольцо нужно, чтобы избежать этого геморроя. Мы просто откручиваем кольцо. И вот внутри этого кольца остается вставка с помповым механизмом подачи чернил. Все. Не надо больше ничего вынимать, не надо плясать с губнами у костра, чтобы все это не вывалилось, чтобы не укатилось, чтобы чернилами не запачкалось. Потом точно так же закрутили и все в порядке. Если у вас есть такое решение, почему вы на все маркеры его не поставите, что это за жлобство, я не понимаю. Еще более непонятно, почему на русский язык его перевели как проставочное кольцо. Какой дурак назвал его проставочным кольцом. Проставочные кольца это технический термин. Они нужны для уплотнения, как переходники на разные размеры. Тут ни о каком уплотнении речь не идет. Роль этого кольца обеспечить заправку, спрятать в него вот эту грязь. Теперь о заправках. Я пользуюсь заправками 30 мл и 180 мл. 30 мл это примерно емкость двух больших маркеров. Или трех маркеров поменьше, или четырех маркеров маленьких. Кидайте с собой такую заправку и не переживайте, что может кончиться маркер. Большая заправка это почти стакан акриловых чернил. Я такие заправки держу для больших работ. Таких, например, как обезьяны на мотоцикле. Вот тут вот ссылка на видео на двухметровую картинку. Такая же картинка была четырехметровая на стене. Так что можете себе представить, сколько бы времени я рисовал ее маркерами, даже толстыми. А так я беру вот этот стакан чернил, откручиваю ему голову, макаю прямо внутрь кисточку и спокойно, быстро, привычно рисую кисточкой там, где маркеры не справляются. Ну и чтобы уж совсем закрыть тему серии One for All, скажу еще про баллон One for All. Понятно, что баллон нельзя дозаправить, нельзя раскрутить, долить, снова закрутить, потому что баллон под давлением. Более того, не рекомендую вам скрывать баллоны ни при каких обстоятельствах. Закончилась краска, выкинули баллон. Здесь название One for All говорит не о том, что его можно разобрать и долить, а о том, что в нем используется чернила One for All. Это очень удобно, если нужно сделать какой-то спецэффект, потому что цвет по номеру чернил на корпусе баллона будет точно соответствовать цвету по номеру чернил на корпусе маркера. У всех размеров инструментов One for All сквозная нумерация цветов, то есть этот белый цвет 160 точно соответствует белому цвету 160 вот этого маркера, соответствует белому цвету 160 вот этого маркера, и вот этого маркера, если белый цвет на нем тоже имеет номер 160. Вот это вкратце особенности инструментов молотов One for All с водной акриловой краской. Задавайте вопросы или добавляйте в комментариях свои знания про молотов One for All, но самое главное подпишитесь и будет вам счастье со временем, если повезет, но это не точно.